Добрый день, дорогие друзья! Знаменитый Зигмунд Фрейд однажды сказал, подавленные эмоции не умирают, их заставили замолчать, и они изнутри продолжают влиять на человека. Сегодня в программе «Фокус на человека» принимает участие специалист, который знает про подавленные эмоции очень и очень много. Психология переживаний. Об этом мы говорим сегодня с единственным в мире специалистом по психологии переживаний, а кроме того доктором психологических наук, профессором кафедры общей психологии Института психологии образования КФУ, руководителем регионального отделения Российского психологического общества, руководителем магистратуры программы психологии семьи и семейного консультирования, практическим психологом Лилия Раифовна Фахруддиновой. Здравствуйте, Лилия Раифовна! Ну, мы уже огласили тему нашей сегодняшней встречи, и поэтому я сразу скажу, да, раз уж, как я сказала, вы единственный в мире специалист по психологии переживаний, расскажите, пожалуйста, как вы пришли к этой теме и чем она уникальна? Ну, этой темой я начала заниматься еще в 90-е годы, когда у меня была кандидатская диссертация, и мне была дана тема на эти психологические механизмы, влияние психических процессов на состояние. Руководитель у меня был тот уже, тот, кто приходил один раз к вам уже, доктор психологических наук, Александр Октябрьевич Прохоров, и он мне сказал, Лилия, найди, вот как процессы могут влиять на состояние. Я перерыла огромное количество литературы, увидела, что один феномен психологический может влиять на другой через буферное звено, не напрямую, а буферным образом. И в качестве этого буфера, значит, я подумала, предложила переживания. Вот с этого момента, ну, и как бы еще в кандидатской было доказано, что переживание – это как раз тот процесс, который опосредует все остальные психические явления, которые человек, которым человек, ну, человеком переживаются, можно так сказать даже, да, то есть одно явление отделяется от другого, как переживание. То есть переживание является самой субстанцией материи внутреннего мира человека. Ну, и далее докторская у меня пошла тоже по этому направлению, дальше я начала уже исследовать, ну, и выявила, был открыт психологический механизм развития сознания через переживание впечатления. То есть как у нас происходит развитие сознания. Сначала вы получаете впечатление, оно оставляет след на субстанциональности переживания и запускается процесс переживания впечатления. Начинает вот это впечатление перерабатываться в рефлексивном комплексе переживания рефлексия. То есть у нас в сознании есть две основные составляющие – это переживание и рефлексия. Рефлексия – это интеллектуальные процессы, когнитивные процессы, направленные на познание мира и самого себя в этом мире. А переживание, оно в большей степени связано с природным началом человека, с его аутентичностью, с его естественностью. А рефлексия, она в большей степени культурно-исторически обусловлена. То есть в разных культурах рефлексия, она имеет разные, так сказать, формы, виды и особенности протекающих процессов. Вот поэтому, когда происходит вот это вот запечатлевание, так сказать, оставляется след на субстанциональности переживания. Переживание запускает процесс рефлексии, начинается обработка этого впечатления. И данное впечатление, оно как бы усваивается, впитывается человеком и встраивается им во внутренние и внешние миры. Это у меня открытие описано в моей докторской диссертации, а также в моих монографиях «Психология переживаний человека», «Теория переживания», «Психология переживаний субъекта» и также множество разнообразных статей, где вот эти все тонкости механизмов я рассматриваю, как развивается человек через впечатление, через переживание впечатлений. Если я правильно поняла, вы открыли феномен, который играет невероятно важную роль в психическом... относящийся к психическому здоровью человека, да? То есть если мы будем понимать, как работает этот феномен внутри нас, то это некий путь к тому, чтобы стать психически здоровее, да? Я правильно понимаю? Ну, если мы будем этим заниматься. Переживание — это вот базовый такой, базовый феномен. То есть он вообще... очень многие крупные ученые считают переживание краеугольным камнем психологии. То, с чего начинается. Там сам та субстанция, в которой встроены все остальные процессы, состояния человека. Вот эти вот закрепившиеся устойчивые способы переживания превращаются в устойчивые свойства характера человека. Вот если вы знаете, что... Если вот вы вышли замуж, вы переживаете вот эти семейные отношения, и впервые переживаемые семейные отношения закрепляются в виде определенного способа переживания семейных отношений. И человек потом разводится, снова выходит женится или выходит замуж, и вновь уже имеющийся способ переживания семейных отношений переносится уже в новую жизнь. Вот также есть способ переживания, закрепившись и в учебной деятельности, и в каких-то других, в дружбе, в любви. Везде есть... человек начинает переживать, и по мере того, как он переживает, он как бы обучается переживать вот именно этот феномен, и у него закрепляется этот опыт в виде определенных устойчивых структур. Если я правильно понимаю, то вот этот опыт столкновения или соприкосновения с переживаниями мы начинаем усваивать уже с первого момента, когда у нас импритинга и восприятие вообще чего бы то ни было, и это становится нашим переживанием того или иного впечатления, с которым мы сталкиваемся в жизни, как будто бы так. Это школа еще Бажович говорила о том, что человек же, ребенок, для ребенка впечатление, вот эта стимуляция, она даже важнее, чем... То есть, или вернее, однозначно примерно так же важно, как питание, как пить, есть, чтобы он был в тепле и так далее, потому что без стимуляции идет резкая задержка в развитии ребенка. То есть, само развитие ребенка идет через наличие вот этих впечатлений, которые он перерабатывает, его сознание начинает развиваться. А само сознание является врожденным свойством человека. То есть, это врожденная способность человека, а переживание является его важнейшей частью. И вот это вот я показываю как раз, как через переживание развивается сознание человека. Поэтому, когда человек соприкасается с впечатлениями внешними или внутри своего мира, очень важно вот это вот дать возможность переработать это впечатление и как бы расти дальше. А если же включаются экозащитные механизмы, если же включаются определенные способы воспитания, которые не дают пережить это впечатление, ну, например, оно связано с чувством острого страха, неприличия какого-то там, сочетание острого страха с социально неудобной, неодобряемой ситуацией, например. Стыд, да, например. Стыд, да, и так далее. То есть тогда включаются защитные механизмы, как я могу такое вот со мной случиться, и включаются защитные механизмы, и тогда человек не дает себе это пережить. И вот тогда в непережитом виде, это называется в психологии замороженное переживание, оно опускается в бессознательное и живет там в том виде, в котором вот это произошло, как в тот день, когда это произошло. То есть это, например, если ребенку, ребенок, например, распугался, и почему-то нельзя было говорить родителям об этом страхе, у него это может заморозиться, как вот такой, как замороженный страх внутри него, и он дальше вырастает и как бы забывает, не помнит, почему у него, что с ним такое было, и тогда уже это выражается в виде ощущения глухой тревоги, неуверенности в себе, ощущение, как будто вот что-то, какая-то опасность, неопределенная опасность как будто ожидается. То есть вот такая тревожная, неуверенная, робкая личность вырастает. Ну получается, что вот, допустим, ребенок попал в эту ситуацию, когда его разлучили с мамой, или по каким-то причинам мама заболела, то есть он, да, какое-то время был разлучен. У него вот это вот впечатление, вот это непрожитое переживание по этому поводу, да, остается до взрослого состояния. У него, знаете, здесь момент такой, это врожденное, как бы для ребенка очень важно чувствовать, что вот есть взрослый, которым за ним смотрят, потому что это, ну, как сказать, эволюционное приобретение, чтобы ребенок привязал к себе взрослого, взрослый к нему привязался, и тогда ребенок как бы под присмотром, и у него выживаемость возрастает. Выживаемость, шансы на выживание резко возрастают по сравнению с теми видами, которого этого нет приобретения. Так вот, когда родители уходят, ребенок почему так отчаянно плачет? Потому что у него, он понимает, что тот, кто его может защитить, от кого зависит сама его жизнь, существование, причем это на уровне инстинкта прям, да, что его бросили на уничтожение. То есть он все, один, и поэтому так горько плачет. И у него действительно это может как травма быть, что он покинут, что он не нужен, что он обречен. Такой тоже может быть страх непережитый. И получается, что уже будучи взрослым, он будет с безсознательным вот этим страхом, вытесненным бессознательным, да, все время сталкиваться? Ну, например, вот он, ну, например, вот какой-то был, такая ситуация страха, и социально, например, какая-то неодобряемая ситуация. Например, ребенок играет на каком-то участке соседнего родителя, не разрешает, он там играет, потому что он свободнее, и что-то происходит, чего он пугается. Потом он прибегает домой, они говорят, что случилось, не может же он сказать, что он сбежал, ну, играл на чужом, и он как-то ничего, ну, это не высказывает, это как бы подавляет. И потом у него уже, я просто рассказываю ситуации в жизни, студентам любят это рассказывать, то есть этот ребенок испугался хлопка, там, в доме, около заброшенного дома он играл, и там, видимо, кто-то постучал, что ли, или еще что-то, он очень испугался. И далее она уже, это подавилось, живет в таком непереработанном виде, это впечатление, вот этот страх острый. И далее уже, когда начал наблюдать человек сам за собой, оказалось, что перед тем, как у него возникают вот эти вдруг, вот понимаете, человек спокойно сидит, чистит картошку, например, дома никого нет, спокойно, хорошая обстановка. И вдруг он ни с того, ни с сего чувствует, что у него забилось сердце, вот этот холодом, значит, какое-то ощущение вспотелости такой, дорог там и так далее, то есть, какие-то чувства страха, ну, почему это все хорошо, почему я чувствую страх. И человек может себя обвести тем, что если он мистически настроен, что он, наверное, чувствует, что кому-то опасность из близких угрожает. И тогда он начинает обзванивать, конечно, у кого-то какие-то там неприятности, может быть, были. Тем более, у него есть ребенок, который в школе учится, где неприятности очень много может быть. Вот. И когда в результате вот психотерапии человек выявляет, что у него есть вот такая вот, такие замороженные, вот такого рода замороженные впечатления, и когда он начал отслеживать, вот, например, у него возникает такая реакция, с чего все началось. И он тогда припоминает, что произошел вот резкий стук. То есть как только стук какой-то резкий, машина подъехала, У него запускается этот механизм. И вот этот, поскольку это внизу сидит, впечатление не дает выйти, ну, то есть вот этот экозащитный механизм не дает осознать это, потому что так и сидит испугавшийся ребенок, который был в неприличной ситуации. И тут стук, и вот это как бы выходит из спецсознасти, оно как бы давит снизу, и на какое-то время человек вдруг начинает испытывать то, что он чувствовал тогда. А у него уже взрослое сознание, он не понимает, что же он такое испытывал, почему с ним такое происходит. И он объясняет каким-то образом, в зависимости от того, какого рода у него культурно-исторический контекст его развития, скажем. Ну, как бы... В какой среде развивался, как он развивался и так далее. Вот эта девушка, например, она объясняла это мистическим образом, что она чувствует на расстоянии, там, как будто с кем-то что-то происходит. А когда она начала за собой наблюдать, то это обнаружилось, что... Всегда стук. На стук реагирует, на резкий стук, на резкий какой-то толчок она так реагирует. Она сбегала, как бы на соседний участок, получается. Она маленькая была, четыре годика ей была. Видимо, мама такая чистюля, она там возится в грязи, вот это вот, дети любят же. А там она нашла себе местечко укромное, заброшенный сад и спокойно себе играет. И вдруг в какой-то момент кто-то приехал или кто-то зашел в этот дом и просто стукнул. Может быть, нечаянно там. Что-то было в окне, сначала стук в окне, она испугалась, убежала. А когда прибежала, она ничего не сказала маме, потому что, получается, в социально неодобряемой ситуации острый страх. И это привело к подавлению. Понимаете, это называется механизм вытеснения. Понятно. Ей даже врать не пришлось, она просто об этом промолчала. Она просто забыла об этом, вытеснилась. И она не переработалась. То есть все впечатления должны быть осознаны, переработаны. А здесь она как бы съела впечатление, но его не переработала. И чем больше у человека накапливается таких впечатлений, которые он по какой-то причине избегает пережить, тем меньше его субстанциональность, свободно для новых впечатлений. Если вы посмотрите на детей, у них сначала глаза такие открытые миру, сияющие такие, жадные впечатления, скажем, а по мере того, как ребенок вырастает, у него все больше и больше глаза тух, ну как бы тусклые. Испуг появляется в глазах. И уже взрослый человек, такой взгляд, там уже как будто все повидал, ничего неинтересно. Почему? Потому что нечем воспринимать, вся субстанция, субстанциональность забита. Потому что в результате переживания впечатлений с этой субстанциональностью освобождается переживание и человек готов к новым впечатлениям. Поэтому для того, чтобы быть готов к новым впечатлениям, нужно прожить и пережить те впечатления, которые были до этого. Смотрите, получается, вот есть такая метафора, мне она очень понравилась, связанная буквально с тем, как строится дом. Что бессознательно, это как бы фундамент, вот то, что находится под землей. Потом есть перекрытие, это вот наша цензура, условно говоря, а сверху то, что стоит над землей, это вот наше сознание. Вот такую где-то я метафору слышала. И получается, что если... Можно как айсберг. Только маленькая часть наверху, а большая часть... Айсберг даже более точный, потому что нижняя часть, наверное, намного крупнее. И получается, что каждый день, ну, может быть, не каждый день, но очень часто в нашей жизни происходили события, иногда они повторялись, потому что реакции были. Да, схожего рода события. Они нанизываются одно переживание, вот это не замороженное, начинают притягивать другое, и это утяжеляется, увеличивается. И то, что вы называете замороженным переживанием, то есть непрожитое, и оно все оседает бессознательным, и как бы наполняет вот эту пустоту, да? То есть... И пустоту наполняет. А вот знаете, как можно сравнить? Ну вот представьте себе, человек поел, у него желудок полный, он больше не может есть. А тут он поел, и у него переваривается, и тогда ты можешь снова есть. То есть это не пустота, а вот живая субстанция. А когда у тебя уже одну съел, не переварилась, вторую съел, не переварилась, ты не можешь уже есть, потому что там все забито. Это не пустота, как бы вот живая материя, которая... Она не успевает... То есть... А некоторые вот эти заблокированные переживания и не может пережить. Человек хочет это прожить. Поэтому вот это идет, вот это ощущение глухой тревоги у человека, потому что бессознательно подает сигнал, ну, проживи вот это. Да, займись собой. Но очень жесткая цензура, она как раз формируется в результате воспитания. Подавляющее большинство людей находится вот в состоянии такой вытесненных, непрожитых, замороженных переживаний. Зиммон Фрейд говорил, дело в том, что блокировка вот этой вот энергии вашей развития, она как бы блокируется. И Зиммон Фрейд и говорил, что современный человек западного типа для того, чтобы освободить, наконец превратиться в зрелую форму, то есть стать зрелым человеком, который развился. Потому что вот эти переживания непрожные, они не дают вам развиваться. Они как бы блокируют, оставляют человека в возрасте, как говорил Зиммон Фрейд, не старше пяти лет. То есть это два-три года чаще всего даже. Четыре-пять лет это еще очень хорошо, как говорится. То есть у нас получается цивилизация маленьких детей, которые так и не стали взрослыми. То есть личность развитая, интеллектом, так сказать, может быть знания, может быть развитые там, да, а на уровне сущности, на уровне вот своего вот этого каких-то центральных функций, он остался маленьким, потому что не пережил то, что должен был пережить. Ну да, человек может быть социально развит, у него могут быть дорогие машины, квартиры, заводы, пароходы, но при этом... А сам по сути маленький. Да. Но, понимаете, и каким образом, и Зигмунд Фрейд говорит, что в нашей цивилизации как только единственный способ по сути снова стать взрослым, это психотерапия. Потому что он сам от этого, от этой темницы освободиться не может, от темницы вот этой цензуры внутренней. А психотерапевты, которые прошли сами определенную подготовку, которые научены, обучены, они потихонечку помогают человеку разморозить вот эти вот переживания и дать ему возможность развиться, задышать, начать уже... Такой человек чувствует, знаете, что, когда у него вот эти вот переживания проживаются, и вот он освобождает вот эту энергию, вот эту субстанцию, возвращается, они говорят так, как будто вкус жизни вернулся, как будто мир стал ярче, как будто стал какой-то вкусный мир, какое-то необыкновенное ощущение, какой-то свежести, радости. Такое бывает вот иногда, когда человек, например, влюбляется, он как бы чувствует, как будто мир вдруг впервые стал как будто вот ярким таким. Вот здесь вот примерно так чувствует себя человек, должен так и чувствовать себя человек, вот яркость мира, его вкус, особенность, значимость всего, что происходит. Так же маленький ребенок и чувствует, когда он смотрит, для него прям этот мир просто невероятно богат, что ли, на смыслы, экзистенциально наполнен, скажем вот так. Есть же такой термин, даже детский взгляд, который подразумевает вот эту свежесть восприятия. Свежесть восприятия возвращается, возвращается радость жизни, возвращаются вот какие-то ощущения, вот знаете, какое они сейчас иногда говорят, как будто бы вот в 17 лет открыло окно, лето, утро, дымок, ощущение свободы впереди, радость, как будто вот жизненные перспективы, как будто все впереди, вот понимаете, какое-то ощущение расширяющейся перспективы. Причем человеку-то 60 лет, понимаете, он как бы начинает чувствовать себя, как будто он, вот эта юность возвращается. А если это возвращается на психологическом уровне, все тело начинает обновляться, оно становится, человек становится, ведь физическая психосоматия, о которой вы говорили, она как раз и обусловлена психическими, вот этими психологическими проблемами. Когда вы их снимаете, само по себе там очень много что и проходит из каких-то заболеваний уже такого, особенно психосоматические. На мой взгляд, очень многие болезни, я бы даже сказала, вот трудно назвать, что они психосоматика. Даже человек сломал ногу, он и то, почему он как бы... По Фрейду ошибочное действие. Да, да, то есть он что-то привело к тому, что он, говорит, расстроился, что люди же сразу понимают, что человек просто так ногу не ломает. Если человек со собой работает, если он освобождает, начинает развиваться, у него все органы и системы начинает оздоравливаться. Будущее из-за психологии, из-за практической психологии, потому что она даже важнее в чем-то, чем... Вот она должна рука об руку с медициной идти. Потому что... Но мы же знаем, что наша медицина европейская, она лечит последствия. Да, да. Она несколько лет назад, ну ладно, пусть 10 лет назад, в разговоре с врачами, в моем личном разговоре с врачами, слово психосоматика было вообще под запретом. Сейчас они уже на курсах повышения квалификации, они этот предмет изучают, им его преподают, и они уже сами отправляют, иногда, когда нет клинических подтверждений, каких-то нарушений, а у человека есть симптом, его отправляют на психотерапию. Это называется самотоформное расстройство, когда человек ощущает, например, что у него что-то болит, плохо себя чувствует, там, уставший, там, он явно ощущает, что он болеет, приходит, а у него все хорошо, и он не верит врачу, он не верит, вы, наверное, ну, я же болею реально. У меня же боль, у меня же я же... А на самом деле, это тяжелые переживания, они ощущаются человеком, как тяжелые ощущения в теле. Это самотоформное расстройство называется. Но есть еще и психосоматика, где уже идет дальнейшее уже изменение, не просто на уровне ощущений, а изменение на уровне уже физиологических, и даже органических изменений на уровне тела. И это, как можно понять, что это психосоматика. То есть вы лечитесь, лечитесь, а у вас все время хроническая эта болезнь. То есть вы никак от нее не можете вылечиться. Все хронические болезни, фактически, суть психосоматика. То есть получается, самотофобное ощущение, это как бы первый звоночек. Да. А уже, если человек не услышал, не прислушался к себе, то потом приходит какое-то психосоматическое заболевание. Может перейти. Может перейти. Вот так скажем. Вот я еще хочу, знаете, в каком моменте разобраться? Вот возвращаясь к термину переживаний. Когда мы росли, нас всегда учили, что переживать не надо. И еще я для себя вот разделила, как бы на две части. Есть переживания, которые связаны с ожиданием процесса. И это страх ошибки, страх новизны. Да? То есть мы нервничаем прям по этому поводу. У нас есть переживания. Мы по этому поводу привычно говорим. Я переживаю, что я там плохо выступлю на соревнованиях, плохо защищу диплом, что я не сработаю с новым коллективом. То есть переживает человек. И второй тип для меня переживаний, это когда уже событие произошло, то, о чем вы говорили. И мне, получается, нужно в нем остаться для того, чтобы его вот это впечатление пережить. Да? А нам все время, нас же противоположным всегда учили. Любой ценой выходить из этого состояния, потому что оно разрушает нервную систему и так далее, и так далее. Учили совершенно другому. Нет, вы знаете, просто нет культуры, психологической культуры, как обращаться с самим собой. Физическая культура еще как-то выработана. То есть понятно, что если ты заболел, надо лежать там, да, пить воды побольше, в теплом месте, там, в покое. Если ты сломал, там, ногу повредил, надо перебинтовать, поменьше двигаться и так далее. То есть физическая культура есть. Нужно тренироваться, заниматься демастикой. Хоть что-то есть, да. Но насчет психологической культуры, вообще она как бы очень слаба, недостаточно развита. И поэтому, когда у человека возникают какие-то переживания серьезные, что-то с ним, какое-то серьезное впечатление, которое ему трудно переработать, потому что есть впечатления, которые вы легко усваиваете, потому что они просто развивают те умственные схемы, которые у вас уже есть. То есть, в принципе, вот уже об этом у вас есть представление, и вы как бы обогащаете еще чем-то новым. Но иногда человеку приходится встречаться, и не иногда, а на самом деле он все время встречается, с такими впечатлениями, которые уже выходят за пределы того, с чем он встречался раньше. Что-то необычное, к чему он еще не приспособлен переработать. Понимаете, это называется аккомодация. Либо это впечатление... Это ассимиляция, то есть вы ассимилируете имеющуюся структуру, развиваете их, да? Впечатление, оно впитывается и развивает то, что уже есть. А если вы встретились с принципиально чем-то новым, приходится меняться психике вот это, и приспосабливаться, создавать новую умственную схему для того, чтобы это переработать. Поэтому некоторые впечатления, это называется высокий аккомодационный потенциал, аккомодация, приходится меняться. То есть вы говорите сейчас как будто бы о необходимости вот в этот момент, когда человек сталкивается с новыми непривычными для себя ощущениями, да? Выход из зоны комфорта, ее расширение, да? И это вызывает у человека определенное сопротивление. Ему нужно начать... То есть вообще есть такое известное выражение, душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. То есть ему нужно не уходить от этого впечатления, а осмыслить то, что произошло, означать то, что с тобой произошло, обдумать это, и встроить это в образы мира. И бывают такие впечатления, которые человеку очень сложно куда-то встроить, потому что это кардинально совершенно новые впечатления, где человеку нужно вообще... Трансформация должна на всего человека, он весь должен измениться, чтобы это впечатление как бы в себя впитать, встроить. Ну, например, это может быть любовь. Любовь никогда человек не оставляет прежним. Если человек любит, он не остается прежним, это очень большое впечатление. Поэтому очень многие люди избегают любви, хотя вроде с одной стороны как будто ищут любви, но с другой стороны они ее избегают, потому что придется изменяться полностью. Это очень тяжело. Некоторым людям легче даже умереть, чем измениться. То есть им очень тяжело изменяться. Да всем тяжело изменяться. Это просто нужно... И человеку нужно давать возможность вот это вот впечатление пережить. Если ему трудно, есть в конце концов профессионалы, психотерапевты, которые могут помочь ему это сделать. Потому что, скорее всего, у него будут включаться защитные механизмы, по привычке он будет отсекать все, что трудно, как говорится, пережить. Или, например, вот после войны. Вот эти вот впечатления во время военных действий, они же очень серьезные. Там голову стесло у тебя на глазах, твой друг умер у тебя на глазах, гибель и прочее. Это очень многие... Вот есть такой эффект афганцев тоже, которые возвращались, и в течение короткого времени они тяжело заболевали и умирали. Почему? Потому что они не могли пережить то, что с ними произошло. Они хотели вернуться к прежнему. И меня военные психологи спрашивали на одной из конференций, Лея Райфовна, что нам сделать, чтобы они забыли то, что с ними было, и уже дальше жили, как раньше. И вот здесь вот как раз вот эта моя теория переживаний и объясняет. Не могут человек просто забыть, потому что уже след остался, понимаете? След остался. Все, теперь остается только одно – измениться. Ты не можешь остаться прежним после такого впечатления. Если тяжело человеку это пережить одному, ему надо искать помощь. Поэтому нужно создавать условия. Либо создавать специальные условия, дать себе покой, возможность погулять, отдохнуть, когда действительно серьезные какие-то произошли события в жизни. И тебе надо это осмыслить, одумать, пережить это, переспать с этим, как говорится. А не быстрее уходить от этого, работать дальше, не буду. И так далее. И у вас накапливаются вот эти непрожитые. Тот же самый эффект. Погружается и живет так, как будто бы в том самом виде, когда у вас впервые произошло данное событие. И еще вот хочу сказать, что впечатления, они ведь не только негативные, как вы сказали. Впечатления, они вообще без эмоций. Это просто впечатления. А эмоции рождаются, когда человек начинает переживать. Анализировать это впечатление. А эмоции, они всегда как реакции на что-то значимое для человека. А поскольку вот это впечатление оставляет след на субстанциональности вашего внутреннего мира, это, конечно, значимое событие. Поэтому переживания, они часто сопровождаются эмоциями. Хотя могут проходить и безэмоционально. Если, например, подавил, человек там горе какое-то в глубине непрепережное, а снаружи он веселится, радуется, с ним все хорошо. А потом раз, как один случай был, пошел человек и суицидом завершил. Понимаете? А правда, что вот это время переживания утраты длится год? Ну, у кого как... У кого как... Ну, около года, год, два, три, иногда до конца жизни эта утрата все равно. Если близкие люди, это, например, родители, какие-то очень близкие были люди, или дети, или родители, какой-то близкий друг, эта утрата, она никогда не уходит. Это все равно нужно не стараться быстрее все забыть, быстрее от всего уйти, нужно принять. Вот вон-то и заключается эта теория переживания, она разработана. Она говорит о том, что все, что произошло с вами, это само по себе является частью вашей жизни, вашей ценностью, понимаете, которая вас делает другим. Вот вас и вас делает и вами самими. Ты становишься самим собой. Вот именно с этими потерями, именно с этими вот всеми пертурбациями. Это ты как раз. А если ты уходишь от этих переживаний, получается, что ты не живешь своей жизни, ты не пережил горе свое по-настоящему, ты не пережил то, что с тобой на войне произошло. Ты ушел от этого и умер, понимаете? То есть получается, что вот эти острые моменты, драматические, трагедийные, да, моменты жизни, они в то же время являются точкой роста, сущностного роста человека. Да, если человек, если такая посольство, кто нас не убил, тот сделал нас сильнее. То есть есть такие моменты в жизни человека, которые, вот и для него это настоящий вызов. Если он это переживет, он становится совершенно другим человеком, другого уровня уже. Понятно, что если человек пережил афганскую войну, он пережил то, что не пережили остальные, кто там не был, например. Конечно, у него есть особенные качества возникают, особенный взгляд, у него есть те способности, которые недоступны остальным, потому что они через это не прошли. Поэтому любой опыт, любое впечатление, оно является очень ценным для человека. Если он его получил, его надо пережить и встроить, измениться, быть самим собой. Быть самим собой, как раз встроить в самого себя и развиваться дальше, а не уходить от развития. Получается, что мы опять все время возвращаемся вот в ту самую детскую, в то самое детское состояние, когда нас приучали не к тому, к чему надо бы. Когда вот как раз с точки зрения психологического образования, нам говорили, радость это хорошо, что еще, веселье это хорошо, а такие аутентичные эмоции, как страх, злость, что там еще, не помню. Горе, потери, печаль. Это все плохо, это все не надо, тебе туда зарезать не надо, тебе это переживать не надо, а оказывается надо. Уметь это переживать тоже надо, и это тоже имеет отношение к твоей собственной безопасности, к твоей защите себя, к умению, ну это же, если человек один раз... У человека жизнь гораздо больше, чем только радость. Радуются все время только, уж простите, идиоты, понимаете? А у человека, который думает, который живой, который живо реагирует, для него жизнь гораздо более сложная палитра, и она как раз в жизни прекрасна тем, что в ней есть весь спектр разнообразных чувств и эмоций, и впечатления могут быть совершенно разного рода. То есть нужно быть готовым к тому, что ты можешь встретиться с такими впечатлениями, которые заставят тебя, очень как бы для тебя будут настолько необычны, что тебе будет очень кардинально меняться, чтобы жить дальше с этим. Нужно просто жить с этим, с тем, что вот с тобой произошло, иметь мужество смотреть в лицо реальности. Конкретная ситуация, ну пусть не такая трагедийная, как война, да, ну пусть там, я не знаю, ушла любовь, пара распалась, да, там неважно по чьей вине, один из... Оставание. Да, один из партнеров находится, то, что называется, как бы в депрессии, да, что ему... Вот он не может, вот он не хочет, он сопротивляется, он не хочет находиться вот в этом состоянии переживания, утраты, что он может в этой ситуации сделать? Идти к психотерапевту? Ну, это самое лучшее, что может он сделать, на самом деле. А если он не идет, потому что, ну, мало ли причин у него может, вот не идет, и что тогда? Ну, что тогда? Если он впал в депрессию, на самом деле, депрессивный ответ на расставание, он является естественным. Было бы неестественно, если бы он расстался, кого-то любил глубоко, потом с этим человеком расстался, и говорит, да, и ладно, очень хорошо, что расстался, что не делается, все к лучшему. Это значит, у него включились защиты. То есть у него есть чувство потери объекта, общения с этим объектом, и он просто закрылся с помощью защиты либо, значит, в пьянку, там, в алкоголизм, либо в отрицание, да что такого было, ничего не произошло, либо, значит, вытеснил, просто забыла это, либо проекция, это он самый виноват во всем, там, то есть есть разные механизмы, защиты очень много, и он уходит от того, чтобы пережить этот момент. На самом деле, это прекрасный момент любви, это же тоже часть любви, у него есть любовь, теперь он расстался. У всего есть конец, у всего есть начало. Это же счастье, на самом деле, что ты любишь, ну, расстался, как бы ты проживаешь, вот это все, расставание тоже, но, понимаете, в чем дело, человек начинает, как бы защищаться от, у него, это же социально неодобряемая ситуация, тебя бросили, там, ты расстался, и вот это вот все социально неодобряемые ситуации приводят к защитам, которые не дают человеку прожить всю полноту счастья, потому что, если человек проживает вот эту, вот эту любовь, он изменяется, изменяется таким образом, и само расставание, что в дальнейшем он становится способным к еще более глубокой любви, к еще более, то есть его способность любить сохраняется, а обычно, вот эти вот расставания приводят к тому, что человек просто отказывается дальше от любви и уже заменяет это чем-то другим. Либо, не сделав вывода из вот этой ситуации, следующее повторяет предыдущий сценарий. Да, скорее всего, еще хуже что-то повторяется, то есть, здесь, вот понимаете, когда вы понимаете, что все, что вам дано, это как дар, и даже сам момент расставания, ну, что в этом плохого, ты любишь, потом расстаешься, потом снова кого-то, это уже жизнь, все жизнь, понимаете, для человека, который зрелый в состоянии, вот он находится в контакте с собой, он все проживает, для него нету плохих переживаний, только это путь к развитию дальнейшему, к еще большей полноте жизни, к еще большему счастью, это просто, это просто, вот знаете, конечно, он может дать себе возможность просто этой депрессии, ну, отдохнуть немножко, подумать об этом, погулять, пообщаться побольше тогда, если не хочет к психотерапевту ходить, с друзьями, с подругами, с кем-то пообщаться, лучше к психотерапевту, он ему поможет быстрее переработать это, переварить, и, значит, далее уже это самое. То есть мы все-таки говорим о том, что эти моменты переживания, нужно этому просто учиться, если ты этого не умеешь делать. Под руководством терапевта. Здесь вот знаете, несколько моментов, во-первых, должно быть психологическое просвещение, то есть вот это по психологии, почему-то нет занятий в школах, то есть есть занятия по географии, есть занятия по истории, я не понимаю, почему нет психологии, что наша душа менее значима, чем география, что ли. То есть вот это вот, здесь элементарная грамотность и понимание иногда может спасти всю ситуацию. Поэтому я считаю, что нужно вводить в школах занятия по психологии, и по семейной психологии в том числе, и по половое воспитание, семейное. Я бы не сказала половое, я сказала семейное воспитание, где бы обучали людей взаимоотношениям между, значит, что такое семья, как мне жить, что такое мужчина, что такое женщина, какова культура общения между ними, как правильно ухаживать, какие бывают языки, язык вот этот вот привлекательности и так далее, вот эти все жесты любви. Это все вот нужно обучать, конечно, детей воспитывать, воспитывать в них будущих матерей, будущих отцов, детям показывать, есть такое понятие детской компетентности, дети должны быть компетентны в семейных отношениях со своими родителями, например. То есть это нужно все формировать. Это первое, это просвещение. Второе, это, конечно, хорошие психотерапевты. Они должны сопровождать и в школах помогать. Сейчас ведь нет даже закона о психологической помощи. То есть закон о врачебной помощи есть, а закон о психологической помощи нет. И поэтому помогают, как психологи, они обманывают на самом деле, потому что эти люди не имеют психологического образования, не достаточной подготовки психологической, а называются в интернете психологами. Они наносят очень большой вред. Познав какие-то небольшие технологии, вот есть такое понятие, как обезьяна с гранатой. То есть они получили какую-то технологию, могут рвануть где угодно, как говорится. Это очень опасная вещь. Это все равно, что хирургическую операцию бы сделал человек, который несколько раз посмотрел учебник, там, например, по хирургии, там чуть-чуть взглянул, как держит нож там, да, или просто даже санитарка, да. В кино посмотрел. Или в кино посмотрел. Говорит, о, теперь я могу вырезать аппендицит. Все же понимают, что это очень опасно. А почему не понимают, что еще более опасно человеку, который некомпетентен, залезать в гораздо более сложную структуру, чем тело. Это психика. Она гораздо более сложная. Там нужно гораздо больше требований к подготовке, гораздо больше знаний, и гораздо больше умений. Там должна быть подготовлена личность психолога. Она сама должна иметь зрелые формы, высокий уровень сознания. Психолог должен быть натренирован на контакты, должен иметь очень глубокие знания, не только в области психологии, но и культурологии, например, социологии. То есть он широкие знания должен иметь во многих областях, потому что к нему приходят люди из разных слоев общества, и он с ними должен адекватно разговаривать. Из разных культур в том числе. Из разных, да, вот приходят мусульманские там пары, приходят там еще какие-то студенческие пары, которые совершенно там другие мировоззрения. То есть приходят очень разные, так сказать, люди, и для того, чтобы их понять и помочь им, нужно иметь очень много знаний. И в том числе по психологии. По психологии, кстати, говорят, один из самых сложных, на мой взгляд, предметов и дисциплин вообще в мире. она никак не меньше, там не легче, чем физика. Намного сложнее, на самом деле. Потому что сама вот эта вот материя, то есть есть вот физика, химия, это материя первого порядка, скажем, да. Биологический объект уже гораздо более сложный. А психика человека это самый сложный на данный момент известный объект. Самый сложный. Вот как раз Булацалемович рассказывал, говорил о том, что вот если брать треугольник, по краям которого находятся точные науки, гуманитарные науки, естественные науки, то психология будет в центре этого круга, потому что она интегрирует, она в каждой из этих наук присутствует. Я бы даже сказала больше. То есть вот это не просто в круге, она над треугольником. Над треугольником. То есть она интегрирует все это на совершенно новой основе. Потому что психика, она качественно иная. Это уже, вот понимаете, там законы, и время по-другому течет. И пространство совершенно другое. Это же очевидно. То есть это материя, психическая материя, если же так можно сказать, она обладает совершенно иными свойствами, чем биологическая или физическая материя. И, конечно, она требует особых знаний и особой подготовки, чтобы с ней работать. И, собственно говоря, судя по тому, что вы сказали, если не изменится отношение к психологии, как к науке, к ее важности в жизни человека, мы останемся с цивилизацией малолетних детей. Я читала в вашем интервью, такая фраза была «инфантильная форма реакции». О чем это для непсихолога? Ну, вот я же сказала, что человек не вырастает, как бы, да, вот через эти впечатления. У него, как бы, до у многих вот это внутреннее «я», его сущностная структура. Они остаются маленькими, внутренне маленький ребенок еще совсем. И у него реакция незрелая, инфантильная. Инфантильная, значит, незрелая и детская реакция. То есть взрослый человек реагирует, как ребенок. Вот это же такое инфантильная реакция. А должны быть соответствия, на самом деле, между, значит, вот физической формой, возрастными, так сказать, возраст, внутренний и внешний, они должны быть в гармонии у человека. Это тогда уже зрелая реакция, взрослая реакция. Человека, который гармоничный внутренне. Человек, который с развитым сознанием. Это мудрый, понимаете, вот слово «мудрый», уравновешенный. Это вообще вот эта интеграция, она обычно завершается. У человека к 45-50 годам человек должен завершить эту интеграцию, и психика качественно меняется. И сейчас появилось новое поколение 50-летних, которые не решили там умирать после, ну, готовиться к смерти после 50-ти, а пользуются вот этими новыми способностями любить, творить, жить, так сказать, совсем на другом уровне. Открывать мир себе по-новому. Они как бы заново начинают совсем на другом качестве жить. Сейчас какая-то часть появилась людей, совершенно новое явление, доселе неизвестная психология. В последние годы появились совершенно новые прослойки 50-летних людей, которые молоды, здоровы, красивы, любят, чем-то занимаются. И в силу... Совершенно не готовиться к тому, чтобы пора уже умереть. в период доживания, как и обозвали этот возраст, период доживания, это же вообще ужас. В период доживания еще 40 лет, то есть человек прожил 40 лет, после этого еще 40 лет доживает. То есть они не доживают, а живут полной, даже более счастливой жизнью, как говорится, значит, старость не радость, молодость не жизнь. Потому что в молодости все время еще развитие идет, еще там нужно замуж в эти детей родить, там все эти социальные программы, там добиться что-то в работе, в карьере и так далее. А к 45-50 годам человек все уже есть, он состоявшийся, и он уже вот как бы независимо от этих социальных программ может выбрать уже тот путь, который ему ближе, более свободный, более творческий, более полный какого-то времени, какого-то созерцания, деятельности, понимаете? То есть здесь его свобода выбора, она гораздо шире, и он может еще лет 40-50-60 жить той жизнью, которая ему в молодости, как говорится, и не грезилась даже. При том, что к 50-ти или там к 55-ти годам у этого человека, как правило, уже есть какой-то груз переживаний, как раз, который, видимо, он правильно прожил, правильно пережил. Поэтому он с помощью аккомодации вот этой вашей... Вот может быть, действительно, вы правильно говорите, может быть, это как раз и 50-летние, которые правильно все пережили, свой опыт этот, и они уже в молодом виде, 50 лет у них здоровые, сильные, молодые, красивые, и все впереди, как говорится, и совсем другое качество. В 45-50 лет человек меняет качество своего сознания в жизни, это совершенно другое мышление. Поэтому и считается, что вот руководящие должности должны занимать люди после 45-50 лет, потому что это совсем другие люди, совсем другой масштаб личности. Ну вот это на самом деле даже не... Понятно, что я вашим словам верю, но вот у меня конкретно в моем круге общения есть два человека, которые в этом возрасте ушли от основной бизнес-деятельности своей и занялись творчеством. То есть одна открыла ювелирную мастерскую, делает самостоятельно бусины, которые сейчас в Европе покупаются, как прекрасная бижутерия, а другая делает великолепную керамику, которая тоже на ура улетает. Обе счастливы, и это очень далеко от того, чем они занимались раньше. И кроме того, вот кроме этого, открывается же еще... Ну, то есть если уж воздух пошел, так он идет. Он, если творчество пошло, так его и сюда, и сюда, и сюда. И на все... И личная жизнь, скорее всего. И на все хватает, да, и времени хватает, и на путешествия, и на детей, и на внуков, и на себя, и это прекрасно, конечно. Это очень полная жизнь, потому что есть уже и дети, и внуки, и ты как бы свободен уже, и у многих... у них новая любовь, у многих, иногда даже новая семья. То есть они как бы вот совершенно открыты все пути. И мы сейчас говорим о том, что заботиться об этом нужно заранее. Если уж, если есть возможность, и ты сталкиваешься в жизни с такими ситуациями, где требуется вот это вот волевое немножечко усилие побыть в нем, да, вот в этом, не распускаемся, а остаемся в нем, чтобы оно стало нашим, присваиваемым его по себе. Ну вот если с вами что-то произошло, это нужно воспринимать любого рода события, что это события твоей жизни. Это твоя жизнь, это ты сам. И ты должен это как бы вот отрефлексировать это, осмыслить, переосмыслить, воспринять как бы, да, а не отторгать от себя. Это не... Такое со мной вообще не может случиться, это не со мной. Какой ужас, такое не может быть, и так далее. То есть ты как бы отвергаешь часть себя, часть своей жизни. И тогда у тебя, конечно, начинается психосоматика. Потому что это ты как бы не отвергал, это уже часть тебя стала. Это как бы часть тебя, которую ты все время хочешь отрезать. Но ты же не можешь отрезать то, что уже часть тебя. И начинает человек болеть. Мы все-таки, резюмируя наш разговор, подходим к тому, что ну вот никуда не денешься без психотерапии. Это нужно принять, это нужно позволить себе, потому что это недешево, да, это тоже нужно, согласитесь, уметь позволять себе тратить деньги, не на, ну, я не знаю, там, драгоценности, машины, игрушки, да, а на то, что разовьет тебя, что сделает тебя сильнее, что сделает тебя открытие, что сделает тебя старше, здоровее, психологически, и подрастет твою сущность. И без этого, без хорошего психолога это сделать, ну, не хотим войны, любви, хотим войны, не хотим. любовь, война или психотерапия. действительно, и должна стать, войти в культуру, вот если, например, психологическая культура начнет развиваться, то вот так же, как раньше же, например, можно ходить, вообще всю жизнь не ходить к врачу, у тебя постепенно там зубы отпадут, еще что-то, можно так жить, как раньше там, в каких-то отсталых деревнях, а можно ходить к врачу, оставаться здоровым, профилактика там, здоровье и так далее. Здесь то же самое, если вы хотите быть и физически здоровыми, потому что психосоматикой, как мы сегодня говорили, и психически гармоничными, счастливыми, удовлетворенными, и духовно, как бы, ощущать простор, будущее, отношения с людьми развивать, только они, были такие счастливые отношения, гармоничные, то, конечно, здесь без психолога, хорошего психотерапевта, очень трудно обойтись. Завершая нашу передачу, хочу спросить, я понимаю, что есть поговорка, хочешь рассказать, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах, но, тем не менее, какие-то не очень далеко идущие планы у вас есть? Насчет моей практики? Да, насчет практики, насчет того, чем вы будете заниматься, куда исследования ваши идут. Я бы хотела открыть свой центр семейной терапии. Классно. У меня даже есть собственная, это как раз мой стиль, то, чем я обучаю, у меня и студенты мои, мне говорят, пора уже давно вам открыть, клиенты говорят уже, есть уже, ну, какая-то определенная общность людей, с которыми я все время общаюсь, взаимодействую, как профессионал. Вот. Я думаю, вот, просто очень трудно совмещать, у тебя еще и ученый, преподаватель, здесь тоже, как это, очень много нагрузки, и вот совмещать еще и с практикой, но я думаю, что в каком-то, вот как вы говорите, после там вот, начинает керамика, вот я думаю, что это как бы неизбежно, я уже этим, я уже этим занимаюсь, просто здесь мне нужно это все уже структурировать со временем, централизовать и сделать таким уже системным. В связи с этим, я хочу вам предложить небольшой эксперимент. Вы сейчас заявили о своем желании, мечта, желание, как угодно, да? Планы. Планы. И для того, чтобы наши планы реализовывались, нам что нужно? Нам нужны ресурсы. Внутренние, внешние, любые слова ресурсы, оно как бы все под собой подразумевает. А не так давно у меня в гостях была арт-терапевт Женя Алман. И мы с ней говорили о методе арт-терапии. И один из инструментов арт-терапии метафорические карты. И я вам приготовила. Да вы что? Да. У меня сюрприз. Ну это хороший сюрприз. Смотрите. Я люблю очень метафорические карты. Выбирайте. И они ресурсные. Это ресурсная колода. Так. Переворачивайте. Так, смотрим, смотрим, смотрим. Что это? Внизу. Что вы видите? Ну это же прямо про вас. Там внизу есть подсказочка в правом нижнем углу. Так, искусство маленьких шагов. Согласитесь? Да, маленькими шагами я буду двигаться к центру семейной терапии. Читая книгу. Да, право. Вот эта книга читаю. Вот так у меня примерно выглядит мой стол. Это значит книга действительно всегда открыта. У меня на столе чашечка чая, потому что все время надо взбадривать мозг, подпитывать. И еще тут не хватает компьютера. Мне очень понравился ваш сюрприз. Спасибо. Я рада очень, что вам эта карта подошла. Ну, бессознательно не обманешь, да? Искусство маленьких шагов очень мне понравилось. Да, совершенно правильно. Я рада, что я вам тоже чуть-чуть чем-то помогла в ваших планах на будущее. Спасибо вам огромное за разговор. Благодарю. До скорых встреч, дорогие друзья. С вами была передача «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ежова. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok